Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Парусное судно с 4,4 тоннами гашиша на борту задержали испанские силовики в Катистском заливе. Судно шло под британским флагом, на его борту находились двое человек. Корабль шел к западному побережью Марокко, но остановился в отдых Испании из-за плохих погодных условий. О самом судне в Мадрид сообщили коллеги из Британии. По сведениям Лондона, наркотики планировалось отправить из Марокко в Южную Америку. Известный политолог, консультант Дмитрий Орлов, связанный с Единой Россией, потерял влияние, сообщает Телеграм-канала. Эксперт, якобы связанный с Володиным и неверовым в этом году, даже не попал в топ традиционного рейтинга технологов политического издания «Новое известие». Также, по сообщениям, политолог, который ранее получал множество заказов, не получил ни одного значенного в 2022 году. И, вероятно, не получит и в цикле 23-24 годов. Когда стартует президентская кампания, что относительно к концу карьеры и пределу влияния на Единую Россию, Телеграм-канал уточняет, что единственное достижение политолога Орлова в этом году – покупка квартиры в модном ЖК «Роза Росса» в Хамовников в центре Москвы. Мексиканский наркокартель «Халиско» одарил жителей бедных районов страны рождественскими подарками – мобилками, кроссовками, бытовой техникой и все ради того, чтобы местные хорошо относились к участникам картеля и не сдавали их полиции. Президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопезу О'Братору даже пришлось выступить с заявлением на эту тему, он попросил граждан не принимать подарки от бандитов. Вместе с отчетов о подарками бандосы выложили в ТикТок видео с Красной площади в России. Они флексят с золотой накладкой для рукоятки пистолета. На рукоятке аббревиатура «РР» – кличка одного из лидеров картеля Леикардо Руиза Веласко. Наркокартели в Мексике делают для людей гораздо больше, чем государство. А государство, вместо того, чтобы выполнять свою работу, говорит, чтобы подарки не принимали. Хотя и после принятия подарков, и без принятия подарков, все равно походу наркокартели делают для людей немножко больше. А может и не немножко. Настало время офигительных историй. Валентина Терешкова призналась, что во время своего космического полета беседовала с Богом. Он ей сообщил, что в 2022 году на Землю придет антихрист по фамилии Зеленский. Мать задушила троих детей в Екатеринбурге. Она решила, что в них вселились бесы. Трагедия произошла на улице Шевченко, дом 18-го происшествия. Женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина убийства – бесы. Вселившиеся в ее детей, уточняют местные СМИ. Когда Екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей. Мне пришлось, говорит, умертвить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя выдворился сатана, сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змеи-искуситель. Такую записку 37-летняя мать оставила своему мужу. После жесткой расправы, женщина написала всем родственникам, что наступил апокалипсис в городах, много бесов, а ее дети уже в раю. Шокированные близкие полагают, что помутнение рассудка у женщины могло произойти в том числе из-за того, что ее муж – жесткий человек. Якобы он всегда злился, когда мать общалась с родственниками. Младшему ребенку девочке было 6 месяцев, двум мальчикам 10 и 15 лет. По словам очевидцев, из квартиры вывели женщину в наручниках и мужчину. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Исключительно скрепная новость. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.